О перспективах туристического бизнеса в Тюменской области мы поговорим с начальником отдела развития туризма Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Ирины Грязновой. Доброе утро, Ирина Сергеевна. Очень рада вас вновь видеть у нас в студии. Итак, скажите, пожалуйста, какие новые тренды можно выделить у нас в развитии регионального туризма? Туризма. Что приятно отмечать, что у нас в принципе с каждым годом возрастает как турпоток и также и количество турпредложений, существующих как для наших жителей, так и для гостей региона. Если брать, например, последний год, то у нас появились как средства размещения новые. Это, например, хостелы, которых очень не хватало в том же самом Тобольске, а там их целых три новых хостела. Затем у нас появились новые объекты показа. Это такие, как зоопарк Сосновый Бор. О нем мы говорим очень часто, потому что это действительно уникальное предложение, когда можно съездить и для детей найти развлечение, то есть посмотреть зоопарк, и покупаться в горячих источниках с минеральной водой. А это где у нас? Это у нас находится в сторону Вензели. Если ехать, то по направлению в сторону всех санаториев. То есть там никто не ошибется, и тем более у нас сейчас установлены знаки к данному туробъекту, поэтому сориентироваться можно вплоть от центра города Тюмени. А еще какие-нибудь новые объекты у нас появились? Просто обычно Тобольский Кремль, Дом Распутина, другие горячие источники, в принципе, все знают. А вот новые и неизвестные, вот чтобы мы сейчас нашим телезрителям рассказали. Ну вот если, например, говорим о Тобольске, то хотелось бы отметить, что тот же самый Тобольский Кремль, который бы увидели многие, начал функционировать по-новому. Появились новые предложения, такие как и архиерейский дом, это где можно посмотреть, как развивалось патриаршество непосредственно у нас за Уралией. Это резница, где можно увидеть иконы, причем древние, начиная с 15-16 веков. Это действительно очень интересно. И это хорошо, когда у нас в области не только появляются новые объекты, но и появляются еще новые предложения от уже существующих классических таких маршрутов. Поэтому есть чем похвастаться, чтобы показать. Самое главное, чтобы у наших жителей, да и у гостей было желание ездить, смотреть, путешествовать и отдыхать. А, кстати, наши местные жители знают и путешествуют, ездят, посещают эти места. Что приятно отмечать, что, например, у нас с каждым годом возрастает количество экскурсантов. То есть это как раз те люди, которые в основном не едут отдыхать в Тюменскую область, а путешествующие наши жители нашей области. Поэтому это, конечно, отмечать приятно, но опять-таки над чем работать есть. Потому что недавно мы проводили соцопрос среди детей. Где вы отдыхаете и что вы видите? И очень интересно, но, к сожалению, дети говорили о том, что мы смотрим телевизор, играем в компьютерные игры. Иногда мама нас выпускает погулять во дворе или мы там, например, едем в парк. И многие тут вспоминают, знаете, как прозрение такое, еще мы отдыхали в Турции, например, или в Египте. И вот здесь все. То есть, к сожалению, дети, например, не знают, что у нас... Они не бывали, они не могут знать, пока их родители туда, конечно же, не отвезут. Но они не знают о том, что у нас есть лоси, страусы, хаски. И что это интересно, это дает такой позитив для детей и развивает их как личность, как духовную, как мораль та же самая. Поэтому вот здесь хотелось бы, конечно, обратить внимание родителей прежде всего, что детей необходимо развивать многогранно. И у нас есть для этого ресурсы. И первостепенно, чтобы ребенок знал, где он рос, в своей родине, чем она богата. Скажите, пожалуйста, у нас опыт других регионов принимается или нет? Или мы только сами придумываем, сами изобретаем? Нет, знаете, есть хорошее очень выражение. Иногда лучше что-то увидеть, чем что-то придумывать, да, что уже самое лучшее, но иногда уже создано. Поэтому необходимо просто это увидеть и, честно признавая то, что это хороший опыт, перенимать его на свой регион, учитывая свои особенности. Поэтому вот у нас, например, проходят стажировки уже второй год подряд. Мы, не стесняясь, говорим о том, что у нас великолепно развито предложение в плане гостиниц. У нас уже начинают хостелов и заканчивая сертифицированными тремя, четырьмя и пятью звездами. Но у нас есть вопрос в качестве обслуживания. Не всегда мы получаем сервис того уровня, за который платим. И ради этого мы из областного бюджета выделяем определенное количество средств на повышение квалификации сотрудников туриндустрии. И, во-первых, у них теоретическая часть. То есть они узнают именно на деле, что необходимо применять. Новые методики общения с теми же самыми клиентами. Как обустроить быт того человека, который к нам приезжает на время. И плюс также стажировка. В прошлом году мы отправляли в Германию, то есть учили пунктуальности, собранности немцев. В этом году мы решили отправить в Стамбул. Почему? Потому что так как умеют улыбаться в Турции, наверное, этому необходимо поучиться не только России, но и другим еще странам. Да, очень гостеприимные люди. А скажите, пожалуйста, в конце беседы хотелось подвести к тому, что 27 сентября мы будем встречать Международный день туризма. Какие площадки у нас будут задействованы? Вот коротко, и что там будет проходить? Хорошо. Что касается дня туризма, в плане площадок мы уже отмечали летом. У нас был день туризма по Тюменске, мы предоставляли слово всем турпредприятиям нашего региона на Цветном бульваре. А теперь мы делаем для жителей нашей области. У нас уже в том году стартовал конкурс, акция путешествия путеводителя. То есть необходимо было с ним сфотографироваться за пределами Тюменской области. Теперь мы пошли от обратного. Необходимо сфотографироваться на территории Тюменской области на фоне тура объекта, до сопримечательности. И у нас будут очень хорошие призы. Это такие, как путешествие в Турнаево и на тот же самый Горячий источник и Сосновый бор зоопарк, про который я сегодня говорила, и к страусам. То есть, в принципе, подарков будет много, и можно будет получить бесплатные билеты в тот же самый Тобольский музейный комплекс, в Тюменский музейный комплекс. Поэтому участвуйте, получайте призы. Итоги обязательно мы подведем 26 числа, накануне празднования. И плюс у нас стартует акция для детей, причем для детей из детдомов и из неблагополучных семей. Порядка 100 человек мы провезем по тем тур-достопримечательностям, которые у нас существуют. Покажем историческую Тюмень и тех же самых Хаски, и тех же самых Холосей. И покажем, что жизнь не только в серых красках, а еще есть очень яркие праздничные моменты. Спасибо большое, Ирина Сергеевна. Надеюсь, мы с вами встретимся на этом мероприятии. Всего вам хорошего и до свидания. Спасибо, до свидания. Это утро вместе с нами встречала начальника дела о развитии туризма Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Ирина Грязнова.